Поточек снова запустился Пиши, чтоб поточек снова запустился Да, да, да Макс купил, да Опа, неправильно, простительно больше Если можно застепить О, ужасно застепить Нешать невозможно Да, больше, больше А если я задохнусь? Ты не заболеешь с шарфом Хочешь степень забираться А у меня был красный цвет У меня получился кожа неправильный Похож на полюс Похож на полюс Не знаю, ребят, правда Рассказывай Мне тоже что-то Да, да Сегодняшним надо отправить Безконечности Нет, не бесконечности В смысле, не бесконечности Третью делать Ее надо отправить И сегодняшним На четыре факториала, что ли? Из двух факторов А нет, единственница на четыре факториала У меня вообще какая-то жизнь получилась Нет, нет, эти пять задачи Четыре факториала сколько? Ну что? Семеро одного между Давайте домашний Даня сделал Ну, предположим, поставим вопрос так Там было бы вычислить вычеты, да? Значит, давайте посчитаем вот такой вот интеграл Пусть он будет у нас с седьмым Значит, давайте по контуру возьмем контур Там двойка была, да? Значит, значит, мы сделаем Ну, раз мы интегралы уже пошли Какая нам разница? Ну, вот так вот Сделаем контур С Двушка там особая точка Да Двушка Равняется, предположим, одной в второй Имею право Какая разница? Значит, это у нас там что? З в кубе З в кубе На косинус На косинус Дроби единицы Единица на з Минус два Все Дз То есть В любом случае Понятно, что это будет существенно особая точка На И Понятно, что Будем с этим делать То есть, вычетки найдешь И, соответственно Ну, на два пи и умножим И получим интеграл Какая разница Да, конечно Несомненно Нам нужно убраться отсюда А вот тут уже поехали раскладываться в ряд Абсолютно верно А вот тут уже поехали раскладываться в ряд Ну, пошли Я уже проверил Так Вот тут ужеagnostно Ну, и при этом Чтобы знать Ну, плюс Это место Да Ну, если надо Да, если Привет Привет! но все то же самое то тоже самое что мы делали и дальше собрали коэффициент при минус 1 минус 6 минус 5 23 24 ну и соответственно вот ответ 2 пи вот на эту штуку все спасибо хорошо вот вот вам вся забава и этот пример был проще чем тот что мы с вами сделали на доске то есть он проще просто потому что там конечное число членов при при единице на т все то что она существенно особая но это ёжику понятно что она существенно особая мы получили что она существенно особая то есть бесчисленное число бесчисленное число членов главной части ясно что она будет для этой функции существенно особой и вы предполагали что вам все равно придется считать коэффициент при минус первой степени. Ничего другого вы здесь получить не можете. То есть тут вот с одной стороны существенно особая считается самой неприятной точкой. Самой неприятной. А с другой стороны, ну с ней зато все понятно, как ты, что ты тут делаешь. Тут прямая дорога. Ряд, ряд, ряд. Все понятно? Отлично. Начинаем развлекаться. Следующее. Вычез. Вычез. Ну давайте в бесконечно удаленные точки. То есть пусть z равная бесконечности. Изолированная особая точка аналитической функции Что значит бесконечность? Изолированная особая точка аналитической функции. Что это значит? В какой окрестности? Что значит в ее окрестности? Так, в круге. В круге. Радиуса r. В круге. В круге. Где нет больше особых точек? Вне круга вроде как. Вне круга. То есть вы взяли, напоминаю вам, да, вот вы взяли. Вы взяли z равное r с центром в нуле, правильно? r велико. Велико. Да? Дальше вы смотрите внешность круга. Так? То есть вы выползли. И больше нет ни одной особой точки, кроме z равной бесконечности. Да? Значит, соответственно, теперь вы должны будете записать вычет. Ребята, бесконечность такая же особая точка, как и все другие. Значит, вычет. Что значит? Вы просто взяли и вынули эту точку, да? Вот вопрос. Сами догадаетесь, чему будет равен вычет? У нас есть для конечной точки. Вычет. При z равное z нулевое f от z будет равен чему? Помните? Чему? По определению. Один из коэффициентов ряда Тейлора и ряда Лорана, вы помните, c минус первый. Единица на 2π интеграл по контуру f от z дz. Контур положительно обходится. В этом контуре есть только одна особая точка z нулевое. Больше нет ничего. Контур. Это определение. Контур обходится положительно. Значит, соответственно, вот эта точка z нулевое остается, ну, как бы по левой руке, да, при каждом обходе. Попробуйте сообразить, чему будет равен вычет в бесконечности. У вас теперь особая точка? Особая точка. Вот она вот там вот, помните, на сфере, как я вам говорила, на сфере Риммана там, в полюсе. И она должна по аналогии оставаться слева от обхода. Как вы будете обходить? Ты же ушел вот туда. То есть, если мы говорим, то это будет единица на 2π. И все то же самое, только обход будет совершаться, ну, вот по ЦР, предположим, в отрицательном. В отрицательном. Для нас отрицательном. f от z, d z. Значит, соответственно, если мы сочетаемся вот сюда, мы меняем направление обхода. Значит, что у нас меняется, если мы поменяем на обратное? Появится знак минус, правильно? Значит, это будет не что иное, как минус c-1. Вот если вот это у нас было, c-1, то вот это будет не что иное, как минус c-1. Извините, а можно тогда сказать, что мы как бы вывернули пространство наизнанку? Да, можешь. Оно так и есть. Вот она, вот почему я вам говорю, ну, вот просто на сфере это немножко более понятно. Когда ты, ну, вы должны тогда эту сферу представить. То есть, вот она должна быть у вас, предположим, склеена. Ну, вот помните, как, ну, я не знаю, как Александр Владимирович вам показывал, но вот я обычно своим ленту Мебиуса клею. Ну, вот когда, ну, вы же еще маленькие на первом курсе, у нас же двусторонние, у нас односторонние поверхности были раньше на первом курсе. Представить маленьким одностороннюю поверхность достаточно сложно. Я на лекции им приносила всегда бутылку кляйна, и бутылку кляйна кто-то из студентов склеил. И ленту Мебиуса. Вот, ну, и тогда понятно, тогда если обойдешь и вернешься в ту же самую точку. И дети с большим удовольствием по ней ходили. И на всю жизнь запоминали, что такое односторонняя поверхность. Вот здесь сферу Риммана вообще, в принципе, ее, ну, в приличном месте, если бы это, ну, то ее можно было склеить и посмотреть, что бы там было. Вот. Можно, можешь сказать, вывернули наизнанку, повернули с другой стороны, как угодно. Потому что если мы стоим здесь, то у тебя бесконечность вот она вот там. И у нее обход уже, ты ее обходить будешь в противоположную сторону. Вопрос другой. А если у нас Z, равная бесконечности, является особой точкой, как будет выглядеть ряд Лорана? Открывайте, ищите, говорите. Получается. Вот у нас Z, вот она. Давайте запишем, как выглядит ряд Лорана для бесконечности. Для бесконечности. Как? Подиктуйте мне, пожалуйста. Вот у нас, ну, понятно, что это будет N от минус бесконечности до плюс бесконечности. Ничего не меняется. Только вот это вот будет Cn на Z в степени N. Правильно? Так? Так. Соответственно, у нас будет вот такое. N от единицы до бесконечности. Cn на Z в степени N. Так? И дальше плюс. Плюс. Что у нас осталось? N от минус бесконечности до нуля. Cn на Z в степени N. Если мы это перекинем, если мы это перекинем, то вот это-то у нас так и останется. N от единицы до бесконечности. Да? А здесь вот это вот у нас пойдет Cn назад в степени N. Плюс N от нуля до бесконечности. C минус N назад в степени N. Ну, там степени, а индексы нет. Прошу прощения. Прошу прощения. Немерой. Первая это что? Первая часть. Главная. Главная. Совершенно верно. Это главное. А вот это? Правильная. И где находится C в минус первой? C минус с индексом минус один? В правильной части. В правильной части. В бесконечности все не так, ребята, как в нормальной конечной точке. C минус первая, с минус первым номером, находится в правильной части. Самое интересное, самое интересное, что если бесконечность устранимая или правильная точка, то это совершенно не значит, что вычет будет равняться 0. То есть вы... Доброе утро. То есть это абсолютно не значит, что вычет будет равняться 0. То есть если раньше мы знали, устранимое или правильное, ничего не считаем, вычет 0, потому что нет главной части, то здесь... Пардоните. Значит, пишите себе здесь, пометьте, что для правильной и устранимой точки... То есть если z равно бесконечности, правильная или устранимая точка, z равная бесконечности, правильная или устранимая, особая точка. цель минус 1 может не равняться 0. Она может равняться 0. Мы с вами получали равенство 0 вычетов. Вот мы уже с вами считали. Возможен вариант, когда вычет равен 0. Но это не значит, что точка особая, да, вот в данной ситуации устранила. Но вот просто так посчиталось. Вычет равен 0. Да? заметили вы. Ребят, значит, что? Мы с вами этот вопрос уже обсуждали. Мы с вами говорили, что если она особая, то вот в виде бесконечности, то, ну, можно что сделать? Ну, вот нам не хочется с этим возиться. Что можно сделать? Сделать замену, правильно? Значит, соответственно, сделать z равное 1 на z на любую букву. Значит, соответственно, отсюда z равняется 1 на z. И если z равное бесконечности особая точка, то z будет равно 0, правильно? Значит, тогда при этой замене z равное 0 особая точка. И тогда развлекаться с конечной особой точкой. Никаких, вот абсолютно никаких проблем с этим не будет. Ребята, и вот теперь посмотрите, пожалуйста. Я специально не стерла соседнюю доску. Вот это то, что Даниил нам разложил. z равное 2. Это существенно особая точка. Да? Предположим, у меня нет этого интеграла, у меня нет этого контура, у меня вся, вся абсолютно плоскость. То есть я сюда подсоединяю бесконечность. Вот у нас ряд. Ну, раскладывать-то вы будете точно так же. Чего изменится при разложении? Ничего не изменится, вы будете раскладывать точно так же. Скажите, пожалуйста, Чем для данной функции является z равная бесконечность? Какой особой точкой? Характер этой особой точки. У меня полюс порядка. Какого порядка? Третьего. Третьего. У меня тоже. Совершенно верно. Полюс третьего порядка. Вопрос тогда. А вычет? Может, все то же самое? А вычет чему будет, правильно? С плюсом вот эта штука, правильно? Если мы дали вот это определение, вот если мы дали это определение, то значит, вычет в бесконечности будет вот эта штука, но с плюсом. Поверьте себе, красным желательно. Вы на это обратили внимание. чтобы вот в данной ситуации если если рассмотреть z равная бесконечность особая точка, особая точка, то по этому разложению по этому разложению z равная бесконечность полюс третьего порядка, полюс третьего порядка, потому что старшая степень вот тут вот у нас t куб в главной части, а это главная часть для бесконечности, да? а вычет вычет при z равном бесконечности f от z будет равен плюс 5 плюс 5 23 четвертых но больше нет особых точек у этой функции их только две бесконечности двушка, правильно? больше нет этих особых точек ну и отсюда просто напрашивается теорема вторая теорема вычета а если мы возьмем все вычеты все, какие есть по функции и конечные и бесконечность то сумма вычетов будет равна нуля естественно естественно то есть вот вы сами это получили то есть вот если вы понимаете что вы делаете то вы это получаете сами то есть чем хороша тфкп она если вы понимаете что делается вы можете сами это и доказательства я вам вот на несколько штук показала понятно что там делается на что будем опираться да все время на формулу каши и резать будем резать да резать резать да резать значит соответственно в этом отношении тфкп конечно хороша так теорему запишем все равно запишем все равно это я уже стираю к этому возвращаться не будем это стираю теорему запишем теорема она у нас два та основная была теорема обычных значит соответственно да ну вся комплексная плоскость расширенная комплексная плоскость я подзыв аналитична в расширенной комплексной плоскости комплексной плоскости кроме изолированных особых точек то есть у вас есть конечное число особых точек конечных и плюс добавленная к ним бесконечность тогда сумма вычетов н от единицы до к от единицы до н вычеты при z равное z к f от z и доказательство плюс вычет при z равном бесконечности f от z будет равным ребят теорема кстати очень ценная представьте себе что у вас в контур попало много точек конечных а за контуром сидит только одна бесконечность так естественно выгоднее посчитать в бесконечности чем считать во всех остальных точках то есть в этом есть какой-то резонт ну давайте посмотрим ну вот такой пример с этим все понятно и откуда это взялось тоже все понятно например вот так так ну давайте первый просмотрим а интеграл z 19 и и и и и на z в 20 минус единица и контур c у нас модуль c равняется 2 d и 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 На какой? На какой? Надо кормить это. Я тебя спрашиваю. На какой? Какие? Радиус один. Чего? Какие два пуза? Радиус один. Так, дальше. Вот так мне не понятно. Я рисую. Окружно. Что за мой конкур? Это два. Трепина четыре, да. Плюс пи на десять. В чем тут трепина четыре? Как ты не понимаешь? Как корни лежат. В чем трепина четыре? Такой аргумент. Почему? Самое интересное, что ты мне только что доказывал, что ты мне эту контрольную написал. Вопрос. С каким? С каким аргументом мы здесь сидим? Первая точка. Вот это единица. Первая точка. С каким аргументом? Ноль. 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 Ну, корень из единицы равняется единице вообще, да? Ноль. Значит, вот он. Сколько? Естественно. Где тут трепина четыре? Поясни мне, пожалуйста. В каком месте? В данной ситуации, несомненно, корни у нас будут иметь вид е в степени и ноль плюс два пика деленное на десять. На двадцать. Ох. На двадцать. На двадцать. Так хочется поменьше сделать. На двадцать. Значит, соответственно, при k равном нулю, это будет, естественно, ноль. Корень из единицы единица. А дальше пойдут при k равном единице. Вот он будет. z первое. И вот это вот будет не что иное, как π на десять. Ну и дальше честно поделим. до десять частей. Да? Значит, по восемнадцать градусов каждая вот эта вот штуковина будет. Соответственно, считать это не будем. Ну, два пика. При k равном единице. Два пи деленное на двадцать. Нет? Два пи деленное на двадцать. Это я уже. Да, это я. Да. Естественно. На двадцать. Естественно. Естественно. К у нас от нуля до девятнадцати. Ноль один девятнадцать. Значит, соответственно, на двадцать. Конечно. Так, народ. Что? Так а что делать-то будет? Ну что, получается в бесконечности вычета считать. Хорошо. А если вот у вас такое затмение нашло? В бесконечности все хорошо. Давайте посмотрим. То есть там у меня всего один вычет. Да? То есть сумма вычетов. Сумма вычетов. При z равном. Вот это у меня zk, да? Предположим. zk по zk. k у меня пошло от нуля до девятнадцати. Правильно? Угу. То есть вот у меня двадцать вычетов. Будет равно. Творю теорему. Минус вычету. Минус вычету в бесконечности. Минус вычету в бесконечности. Да? Угу. То есть если вычет в бесконечности равен минус c с минусом 1, то значит это будет равно плюс c минус 1. Да? Значит, минус минус. Я специально пишу, чтобы вы к этому привыкали, потому что даже я путаюсь иногда со сбоком. c минус 1. Так? Ну и дальше честно раскладываем. честно раскладываем вот эту забаву. что вытаскиваем? z в двадцатый. z в двадцатый вытаскиваем. z в девятнадцатый на z в двадцатый минус единица. z в девятнадцатый потянули на z в двадцатый. Единица минус единица на z в двадцатый. Так? Так? Так. Угу. Дальше. Это во что раскладывается? Ну, в формулу это… Формулу бесконечно-убывающей геометрической прогрессии. Да? Значит, у меня осталась единица на z. z от нуля… n от нуля до бесконечности. Тут знак не меняется. Единица на z 20n. Да? Угу. Так? И… И… Вот здесь при переходе… Вы отлично знаете, что вот этот переход действителен только когда. Так. То есть, если вы это не приписали, значит, это пустое. Когда действителен только этот переход. Когда… И когда единица на z в двадцатый меньше единицы. Меньше единицы. Не написали, значит, сделали пустую работу. То есть, в данной ситуации вот этот переход, и каждый раз вам об этом говорю, это будет справедливо только если модуль z в двадцатый, но в данной ситуации все равно будет меньше единицы. То есть, модуль z больше единицы. Модуль z больше единицы. То есть, именно то, что нам надо. Нам же в бесконечность надо. Правильно? То есть, мы, модуль z больше единицы, мы ушли в бесконечность. Соответственно, здесь смотрим. Ну, единица на z первый член, да? Ну, если мы вот это запишем, n от нуля до бесконечности, единица на z в степени 20n плюс 1, то как будет? При n равном нулю единица на z плюс единица на z в двадцать 1 плюс и так далее. Правильно? Ну вот, замечательно, ведь все хорошо получилось. Так? Чему равен коэффициент? 1. c минус 1 равен 1. В данной ситуации. И вот он у нас-то тут с плюсом пойдет. Вот в данной ситуации. Если бы я искала вычет в бесконечности, а сейчас мне нужен просто будет коэффициент. Ребят, а с другой стороны, я могу 20 плюсов пересчитать? Ведь как, ведь сделана задачка, как вы понимаете, она ведь специально сделана. Хочу, считаю на бесконечности. А если не хочу, ну не хочу раскладывать в ряд. Это, да, это стандарт. Это святое. Первый способ. Это стандарт. Посмотрите, ведь специально сделали 19 степень в числителе, 20-ю в знаменателе. И все они полюсы первого порядка. Это понятно, что они ведь полюсы первого порядка? Что сделать? Что сделать? Производство. Производство. Взять в производство. В данной ситуации взять в производство. То есть, то, что есть. Ой господи. Все, финиш, ребят. Сейчас уже все. Значит, Z в 19 на Z в 20 минус 1 штрих будет равно Z в 19 на 20 Z в 19 при Z равном Z каплю. Ну, это второй способ. Значит, это равно 1%. 1%. И 20 раз вы это. Соответственно, получили ту же самую единицу. То есть это будет 2π на единицу. Вот вам ответ. То есть что вам больше нравится, я не знаю. Но точно знаю, что если у меня внутри сидит много-много, то лучше делать за бесконечностью. Можно спросить? Да. А вот если у нас есть 2 точки, то все равно выполняется, что сумма по этим точкам, по резам, будет 7 минус 1. Да. То есть можно найти 1, потом вставить, получать 7 минус 1. Минус, да. Вот данная теорема тебе позволяет это сделать. То есть она для того и сделана, чтобы ты мог заменить конечные точки на одну бесконечную. Ну, дети, у нас еще много времени. Я много примеров собрала. Поехали. Так, я себе даже спешу, чтобы вам побольше сделать. Я даже не печать, подождите, я их себе не умировала. Так. Ну, там мы посчитали, это мы посчитали. Единица назад. Ну, я думаю, единица назад нам не надо считать, мы и там. А вот 529 номер, это да. Сейчас. Давайте посмотрим, как это было. Дана функция. А функция дана вот такая. f от z равняется z в четвертый плюс 1 на z в шестой минус 1. Вычислить. Вычет точки бесконечности. М-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Вычислить. Дана функция. В 145-м-м-м. В 145-м-м. 5,5,5. В 145-м-м-м. Учислить. Спасибо. 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 Так, так. И сколько? Денис, ты вычет посчитал? Угу. А чем ты занимаешься? Что? Нет. Вот это другое. Вот этот глагол. Пытаемся, но не считаем. Мы пытаемся, но не считаем. Такие вещи. Ноль. Ноль. Иди. Расскажи мне тебе, почему Ноль. Иди, Ноль. Как вроде на внешний вид страшненькая, но Ноль. Да. Я это расписал. Иди, скажи. Убирайте, ну, не выбирайте. Так, иди. Я устаю в своих здание. Наступай. Какой же он хотим? Так, и если в этом случае не убираюсь, вот можно я вот ты пишешь я ничего против не имею но вот у тебя первая строчка вот давай ты еще припишешь откуда-то взялось самый первый переход и еще что-нибудь припишешь вот сюда вот сюда вот сюда сделал абсолютно логичную вещь вытащил z в 6 абсолютно верно записал что это будет справедливо только в том случае если вот это вот штуковина будет меньше единицы значит соответственно z будет больше единицы и мы поползем в бесконечность да то есть попадем в бесконечность соответственно дальше получили что у нас получилось степени с единица назад то есть c в минус 1 есть 0 так внизу пишем c в минус 1 есть ну не в минус 1 а c с индексом c минус 1 есть то есть вычерк вот туда вот и все а в данной ситуации скажите пожалуйста а какая особая точка за травмной бесконечности такая особая . за травмной бесконечности для вот этой функции почему какой нет какой нет вот какая есть почему будет так пугаешься я шли это собой какая часть есть в только правильная только правильная но если только правильная то какая ага . устроена что ты продолжил фразу то мы можем продолжить фразу это же можно сделать на заключение что рез равен нулю ну он и сделал не но если рез равен нулю тогда это устраним на то вот вот да вот где пишешь вот здесь пишешь да так нет а вот сегодняшний сегодня 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 здесь да я для кого пишу и в рамочку обвожу то есть понимаете в чем дело с бесконечностью ребят с бесконечностью все плохо вот все плохо тут хоть ты с ней задушись то есть вот ссылаться на бесконечности на это нельзя другое дело вот вот если я сейчас перейду к новой переменной какой как ты переходил дома я могу перейти к единице на т ну да почему нет да даже соответственно это будет ноль ноль будет особой точкой но конечный в данной ситуации и тогда соответственно для нуля вот для нуля ты можешь тогда вот это применять возьми перейди и развлекайся то есть так аккуратно а вообще-то какие у нас особые точки пика на 6 ну то есть нет не пика на 6 экспонент это в степени и пика на 6 да да вот в данной ситуации а то как-то как-то я так сразу пугаюсь соответственно из единицы потащили либо 6 полюсов либо развлекайтесь шестью полюсами что тоже в общем не очень сложно в данной ситуации то есть как хотите ваше личное право так пошли дальше так что у нас дальше а дальше у нас и круглые одички так народа никто не видел вторую разбитую одичку их было две а вот похожий но немножко другой очень похожий на то что мы с вами делали но чуть-чуть другой вычислить соответственно интеграл интеграл dz на z в десятый плюс один по контуру контур модуль z равен ну очень похож на то что я делала вот в гостях но не очень похож но не очень 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 в коем мы не это то в первых ах что я у же С чего у Райана не отыграл? Продолжение следует... А вот ты начни делать, и ты поймёшь, чем он будет отличаться от предыдущего. Ты начни делать. А дальше я вам задам вопрос. Я вам двумя способами решала, а здесь как насчёт второго способа? Решай задачи по мере их поступления. Сделай как умеешь, а дальше будем уже глубоко проникать. Как умеешь. Сначала как умеем. И что? И что? Новый. Так и ноль. Вопрос. Задачка, как я вам сразу сказала, она очень похожа на то, что я делала, но чуть-чуть не похожа. Числителей нет в девятой. Если поставили, то было бы одно к одному. В данной ситуации у нас, посмотрите, особых точек у нас их 10. Они сидят вот тут. И в данной ситуации ZK3, они будут немножко отличаться. Какой аргумент будет у I? P, P, P плюс 2PK, да? На 10. K, соответственно, 0, 1 и так далее. То есть мы сдвинулись на P. И вроде бы мы точно знаем, это полюсы первого порядка. И в принципе, наверное, полюсы первого порядка можно было бы сделать через производную. Но если я буду делать через производную, то что у меня здесь будет? 10 на Z в девятой. Да? То есть я должна буду здесь, у меня не сократится, я должна буду еще здесь начать пересчитывать. Да? В каждом, ну в каждом нет, понятно, что они будут, как они будут выглядеть. Но понять, что они друг друга сожрут, вы должны будете. То есть делать тем способом, который мы с вами рассматривали через производную, я считаю здесь нерационально. Рациональнее разложить в бесконечности. Так, Вера, вид такой, что даже... Нормальный лицо. Такое впечатление, что даже слова, которые я говорю, они говорятся не по-русски, а на каком-то тарабарском языке. Да я даже понимаю, что... Да ты что! Все нормально. Значит, первый способ. Через полюсы. Через полюсы. Пишу, неразумно. Потому что придется считать вычет при Z равном Z ката F от Z. Нам придется считать вот такую вещь. Единица на 10 Z в девятую. При Z равном Z ката F. Вот в том случае нам повезло, они все были одинаковые. Оно сократилось и ни в коем случае не зависит от того, что есть. Чтобы не считать все 10... В данной ситуации все 10 штук. Но воспользоваться этим... Скажите, пожалуйста, какую теорию сюда надо подвести? И мы с вами об этом тоже говорим. У меня здесь будет 10 корней. Понятно, как они будут, да? То есть они будут делить на 10 частей. Нет. Делать не надо. Нужно сказать фразу только. Нет? Скажите, пожалуйста, а корни какие будут? То есть вы уже в комплексной варитесь 2 месяца. То есть вы уже, в общем, должны себе представлять. Вот какие будут корни здесь? Нет, они будут комплексные, несомненно. Да кроме того, что они будут комплексные. Еще что? Скажи погромче. Спряженные и попарные. Они будут попарно-комплексно-сопряженными. А раз они будут попарно-комплексно-сопряженными, то они, естественно, сожрут в вычетах друг друга. То есть вы, когда начнете считать эти корни ручками, то как только вы попадете один, обязательно... А почему? А вот теперь вопрос другой. Будут, конечно, комплексно-сопряженные. Из чего? Вот из какого следует... Из какого теоретического посыла следует, что обязательно будет один и второй ему комплексно-сопряженный. Нет. 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 Я вас уверяю, если бы вот здесь, вот здесь было бы число И, то этого было бы не так. Ребята, вы в вещественный анализ не выходите. Вы забыли про вещественный анализ. Вы забыли вещественный анализ. Скажите, пожалуйста, вот у вас, если бы вы раскладывали... То есть, ребят, к чему призываю, чтобы вы осмыслили проблему? Вот у вас есть поленок, Z в десятый плюс один. Его можно разложить на множители? Можно? Можно. Выбрали теорему, что если сопряженный, все является корнем, ну, если комплексно все является корнем, то сопряженный ему тоже является корнем. Когда? Когда? Не всегда. А когда? Когда можно разложить. Вот когда у вас вот эта вот вещь вещественная. Вот когда у вас коэффициенты вещественные. Вот этот же поленок, вот у вас поленок вот этот вот, если бы я здесь написала Х, у вас бы не возникало сомнений? Вы бы извлекли корень десятой степени, они бы у вас были комплексные. Как записывается разложение? Z минус Z первое, да? На Z минус Z десятая. Так? Логично? И при перемножении, а они вот эти вот у вас комплексные, и это комплексные, и это комплексные. При перемножении комплексные должны превратиться в вещественные. А в каком случае они превращаются? Только в том случае, когда Z умноженное на Z сопряженное. Вот тогда вы попадете в вещественную часть. Значит, обязательно, если есть Z первое, то обязательно ему должен быть комплексно сопряженный. Тогда в произведении они вам дадут вещественный коэффициент. И это только в этом случае будет. Потому что если здесь будет невещественный коэффициент, то это все что угодно. Называется, пой песню, как хочешь. Ребята, это опять же мы возвращаемся к тому, что комплексные числа, они, ну... Так, в общем, с этим непродуктивно, неравидно. Мы написали, что оно неравидно. Ну, а, естественно, второе, это, да, второй способ лорана. В данной ситуации, то лоран. Единица назад в десятый плюс один. Вытащили. Единица назад в десятый. Единица плюс единица назад в десятый, да? Все. Значит, соответственно, отсюда единица назад в десятый. Сумма н от нуля до бесконечности минус единица в степени n на z в степени 10n. И это справедливо только в том случае, если единица назад в десятый меньше единицы, что равносильно модуль z больше единицы. Значит, соответственно, мы ушли в бесконечность. Ну, и здесь у нас только четные степени на z в десятый. n плюс n плюс 10. И, соответственно, отсюда c с номером минус 1 есть 0. Значит, соответственно, интеграл будет равен 0. Хотя мы с вами смотрели, что обычно равен 0 интеграл, у которого нет особых точек в этом контуре. И тогда это будет аналитическая функция, интеграл будет равен 0 по замкнутому контуру. Ну вот у нас, пожалуйста, 10 полюсов, интеграл равен 0, функция не аналитическая, они все друг друга соживают. То есть обратите, пожалуйста, внимание, что маленькое отличие, а тем не менее. А вот тем не менее. Так, пошли дальше. Так. Ну вот такой. Ну, уже здесь больше я вам ничего не говорю. Сами развлекаетесь. Как хотите, так развлекаетесь. Ну что, такой интеграл, вычисли. Интеграл по контуру С. Контур С – это окружность радиусом 3 четверти. А интеграл вот такой. Дезер на Z квадрат. Прошу прощения. Круче. Z в восьмой. Плюс 1, 2. И все это в квадрате. И на Z минус I. А вот так. А вот так. А вот так. И все это в квадрате. И все это в квадрате. И все это в квадрате. Вот. Спасибо. 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 Сколько влезло в строчку? Столько домашнего задания? Можем урезать. Третья и пятое. Пятое с половиной. Так. Девушки. Кто-нибудь чего-нибудь получил? Помните о том, что в принципе не обязательно получить до числа, если вы понимаете, что будет. Нет? Что-то мы вообще не понимаем, что я не делась. В вычеты считать, в вычеты считать, а не раскладывается, а? Я не могу вас научить, я могу вас просто приучить к этому. А вы пытаетесь, вы пытаетесь что-то делать. А вы вот, вот если по прописи не написано, значит все. Какой прописи? Мы не делали такого примера. Я еще так не делала. Стандартное вы уже делаете. Так стандартное вы как попугайчики это делаете. Попробуйте не быть попугайчиками. Попробуйте осмыслить то, что вам дали. Попробуйте порассуждать. Вот давайте рассуждать в данной ситуации. Что у вас здесь? Вот у вас есть малая окружность. Правильно? Вот такая. Маленькая. Ноль и три четверти всего. Что у вас с особой точкой? С особыми точками, как бы я сказала. На окружности. Почему на окружности? Другая внутри окружности. Значит, давайте разбираться. Что у нас здесь? Значит, одна простая. З равняет особой точке. Особой точке. Вот, ребята, понимаете в чем дело? Вы хотя бы вот то, что вы можете сделать. Скажите. Вот особые точки. Какие? И. З равное И. Посадили. Вот она. И. Сидит. Сидит. Дальше. 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 7. И умножить это все еще на экспонент. Вот это вот. Вот это вот. Это кто? Это полюс первого порядка. Полюс первого порядка. Это полюсы второго порядка. Что будет вызывать неприятность? Квадрат. Неприятность будут вызывать полюсы второго порядка. Правильно? Во-первых, их восемь. Во-вторых, они второго порядка. Ну, их восемь надо считать будет. Да? В данной ситуации. Ну, как-то их все равно восемь надо будет считать. Что у нас делается вне круга? Вне. То есть, я не могу вам запретить. Вот ты говоришь, а что делать дальше? Вот ты разобрала. Дальше. Пропись понятна? Восемь полюсов. Вперед с песнями. В каждом полюсе посчитала вычет. Сложила восемь штук. Прибавила девятый. Получила ответ. Твое полное право. Это пропись. Это алгоритм. Хотите жить лучше? Включайте голову. Не хотите жить лучше? По прописи. Значит, давайте включать дальше голову. Мы вышли из круга. Что у нас снаружи? Что? Предположим, это внутри. Да? Вот полюс первого порядка. Он сюда. Значит, соответственно, этот не попал. Внутри круга. Вот это вне. А это внутри. Вне круга у нас еще есть, извините, z равные бесконечности. Так? Значит, может нам выгоднее вне круга начать заниматься этим? Наверное. Наверное. Вот как-то чисто интуитивно я не хочу в восьми точках считать. Я хочу посчитать вне. Вопрос упрется в бесконечности. И тоже он не такой уж серьезный вопрос. То есть будем развлекаться. То есть мы решили, мы идем вне круга. Значит, мы будем считать в двух точках. Значит, либо это будет 2pi на сумму k от 0 до 7 вычетов f от z при z равное z каторе. То есть либо это, и имейте полное право, и ваше право, и считайте, либо 2pi на вычет в бесконечности. Да, 2pi будет вычет в конечной точке при z равном i. Так? f от z и плюс вычет при z равном бесконечности. f от z. Так? Угу. z равное i. Проблемы какие-то есть? Абсолютно. Чему равен вычет в z равное i? 2,25. 2,25. Как сложно, 2,25, не знаю. Сейчас высчитаем. Вычет, причем 2,25. 2,25 в квадрате. При. Не вспомнил. Значит, здесь как считаете-то? i в восьмой степени. То есть мы считаем предел. Вычет. Вычет. При z равном i. f от z. Это есть предел. При z стремящемся к i. Да? Значит, единица на z в восьмой плюс одна вторая в квадрате на z минус i и на z минус i. 1,2. Восьмой. Прошу прощения. Да? Во второй скобке он там, да? И на z минус. Я записала как сам вычет. Да? А. Как сам вычет. Плюс, плюс, минус, да? Нет. Минус вычет. Так. Значит, у нас все конечные будут равны минус вычетов бесконечности. Да? Значит, вот все конечные. Сейчас, народ подождите. r первое плюс r второе будет равно вычету бесконечности. Значит, соответственно, вот этот вот. Минус вычет. Вот это. Вот это. Бесконечности. Бесконечности. Разве не минус? Нет. Вот если мы вот r в восьми плюс r вот этот вот в i плюс r в бесконечности равняется нулю. да? Значит, r в восьми будет минус. Вот это, да? Да. Вот тут. Все. Согласна? Минус. Минус. Согласна. А другом голова думает? Не об этом. Так. Здесь и в восьмой. И в восьмой. Один. Один. Да? Значит, соответственно, и в квадрате. Один. Один. Три. 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 Значит, это будет. Четвертая единица единица. Все. Уже финиш. Уже финиш. Три вторых и еще в квадрате. Девять четвертых. Девять четвертых. И повернуть. Четыре девятых. Четыре девятых. Вот так. Да? Все. Четыре девятых. Четыре девятых. Так. Теперь давайте развлекаться с бесконечностью. С этим мы разобрались. Вот он вычет. То есть, он не вычет. У нас еще на два пи. Да? Вот сюда. Вот он вычет. Все хорошо. Теперь будем смотреть, что с бесконечностью. Значит, у нас наша функция единица на z в восьмой. Плюс одна вторая. И на в квадрате. И на z минус i. Что будем делать в данной ситуации? Что будем делать? Придется брать много пределов. Но это именно в ряд. Нет. Не будем брать много пределов. Нет. Много пределов брать не будем. В ряд. А больше чего не остается? Не знаю, почему Игорь решил, что будет много пределов. Я говорю, это не вариант. Нет. Не вариант. Я понимаю, а вы теоретически это не сможете делать. Я не знаю. Теоретически. Если мы раскладываем в ряд, я тоже не знаю, кто это пределовочек. Теоретически. Ты хочешь брать вот так? Да. Ну как, не хочу? Да. Ну да. Так не хочу? То есть это... Так. Ряд. Больше никак. Что? Чего мы считаем? Четыре девятых? Как за... Господи, на ровном месте. Как за восьмой равняется минус единице? И в четвертой равняется единице, еще раз и в четвертой еще единице. И попадает в единицу через четыре степени. В ряд. В ряд. Вперед. С рядом. Нет, там неплохо. Там неплохо. Какой? Ну хорошо, ты возьмешь, а вычиск это где? Вычиск это ты возьмешь где? Ну ты доказал, что это будет особая точка. Я за тебя рада. А вычиск откуда взять? Коэффициент откуда взять? Те ж не просто нужно доказать, что это особая точка. Мы и так знаем, что это особая точка. Ни в коем случае. Ни за что не стала бы делать. Ни за что. Ну пока не вижу ничего. Пока не вижу ничего. Мы так и не поймем. Мы к тому, с чего начали. Мы не знаем, как влиять. Понимаешь, что делать? Соня, у нас ситуация такова. Мы кроме формулы суммы бесконечно убывающей прогрессии не знаем ничего. То есть понимаешь, у нас просто нет другого инструмента. Я вас больше ничего не научила. Формула суммы бесконечно убывающей диаметрической прогрессии. Все. И больше ничего нету. Соня. Тут не так все просто. Тут две скобки. Тут с каждой надо развлекаться. Ну приблизительно так. Но только у тебя тут двойного-то не будет в данной ситуации. Так. Все здорово. Я при... А можно только здесь скобки? Да. 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 Где? Ты хоть что-нибудь сделал? Ну ты... Ну... Я даже не поняла, что это такое. Это как это? Это же неосмысляемо. Ну ладно. Поехали. Народ. Те инструменты, которые я вам даю в руки, ими надо как-то пользоваться. Причем, Даня, ты это делал дома. Либо можно тащить единицу на z, как хотите. Либо ввести переменную. Давайте внесем переменную. Значит, в нашей ситуации z равняется бесконечности. Значит, введем t равное единице на z. Она чему будет равна? К чему будет стремиться в данной ситуации? К нулю правильно? Логично? Логично. Логично. Значит, z равняется единице на t. Так? Так. Чудно. Вот честно запишите мне, пожалуйста, что у вас получится, когда вы закончите подставлять то, что есть. То есть у вас была особая точка бесконечность, вы превратили особую точку из бесконечности в ноль. Что получили? Приводи, Игорь. Приводи. Вот все делай, приводи. К конечному результату. Приводите. Угу, угу, угу. Почему вы так боитесь работать с числами и цифрами? Чем они вас так пугают? Так. Очень хорошо. Очень хорошо. Ты все сделала. Осталось только голову включить. Вот Соня сделала. Сейчас посмотрю, кто еще сделал. Так, Игорь еще не довел. Лера сидит. Чего сидит, не знаю. Чего сидишь? Поверни, сделай. Трехъярусная дробь не бывает. Ну, это плохо и не информативно. Здесь, восьмую степень, куда ты теряешь? Я ее не вижу. Так. О! 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 Зачем ты вот это там? Ты просто громоздишь. Ты громоздишь свой этот самый. Нам же надо оценить то, что есть. Ну, и это уже очень хорошо. А вот это как сюда попало? Не надо. Не надо. Оставь в покое. Не надо. Не трогай пока. Ты ничего не считаешь. Ты ответ не пишешь. О! 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 И ничего сказать не хочешь? Нет. Нет? Не надо. Спасибо. Но уж если Игорь сказать не хочет, то уже все. И Даня тоже от комплексности избавился. Даня все честно подставили единицу на Т. Числители получили. Я не буду тащить, я напишу так. Т в семнадцатый. Вот это получили все? Замечательно. Т в семнадцатый. А, я с первой должен был там. Подожди. Единица плюс одна вторая Т в восьмой. Правильно? Ну, если я одну на Т сделаю. Согласны? Да. Дальше здесь. Единица минус ИТ. Угу. Вот это получили? Угу. Отлично. Супер. А вот теперь смотрите. То, что у вас есть. Вы не можете это разложить. Я вас глубоко приветствую. Нет. Это не раскладывается. Ну, вам это в принципе вот до так называемого. Вы же понимаете, что задачки все продуманы. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Чем является ноль в данной ситуации? Вот для этой функции. Знаменатель в ноль обращается? Нет. Логично? Значит, я могу записать то, что у нас получилось. Вот таким вот образом. Елки-палки. 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 Значит, соответственно, вот эта функция, она в ноль не обращается. Правильно? То есть вы вот это забрали. У вас осталась вот эта штуковина. Вы можете тупо, тупо раскладывать. Кто говорит? Вот у вас одну куб. Вот у вас вторую куб. Вот взяли два ряда, разложили. Что значит, что ты не умеешь? Бесконечно убывающая? Бесконечно убывающая. Зачем? Если понятно, что степень будет достаточно высокая. Значит, у меня вот эта h от t, она аналитическая. Функция аналитическая. Мы в окрестности нуля. Если мы в окрестности нуля, которая не является особой точкой, значит, во что будет раскладываться аналитическая функция в окрестности своей не особой точки? В какой ряд? Как он будет раскладываться? А ноликовая. Так? Плюс. А первая – t. Плюс. А вторая – t куб. Не знаю, какой. Плюс и так далее. Степенной ряд – t. t. Считайте. Я не знаю. Потому что вот у меня функция такая. Она страшненькая. Ну, она страшненькая. Действительно она страшненькая. Так мне на нее-то глубоко наплевать какая она. А теперь давайте смотреть. Если я перемножу первая степень, которая есть. Какая будет? 17. 17. А чему равен коэффициент при минус первой? Нулю кажется. Кажется нулю. Все. 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 Кажется. Даже вообще не надо было первой писать достаточно двух. Любой степенный ряд. Нет. Ты можешь не расписывать. Можно расписывать в Тейлор. Это очень неприятно в данной ситуации. Но тебя этот вопрос подолнует. Тебе нужна степень при минус первой степени. А где ее взять? У нас нет минус первой, если первая семнадцать. Достаточно было сказано. Значит в данной ситуации коэффициент с номером минус один равен нулю. Т равное нулю. Т равное нулю. Соответственно в нашей ситуации устранимая. Соответственно и бесконечность такая же должна быть. Если нас интересует характер. Но нас вообще особо характер даже не интересует в данной ситуации. Нам нужен был вычет. Все. Вот вам ответ. Вот вам ответ. Значит соответственно вычет бесконечности. Вычет F от Z. При Z равном бесконечности есть 0. Нету у нас. Вот ничего у нас нету. Значит вот этот пример. Поставьте пожалуйста три повстрецательного жена. Чтобы вы это увидели. Вот ребята вот этот факт который он у вас вясен. Конечно если вы начнете это делать. Если бы это было как-то информативно я бы заставила вас сделать. Но в данной ситуации эта информация разложения по бесконечно убывающей прогрессии. Это вас вряд ли в нужный ряд не приведет. То есть ну вы придете к тому же самому заключению. Значит ответ какой у нас с вами получилось? Минус восемь девятых пиц. Минус восемь девятых пиц. Минус восемь девятых пиц. Минус восемь девятых пиц. А если вы стояли задача разложить запрету. Минус восемь девятых пиц. Повторяю. Здесь понятно, что сделать. А вот что сделать здесь? То есть фактически ваша функция... То есть мы уже разговариваем о том, что у вас досуг, типа, вам сказали, разложите вредку. У вас раскладывается на такую забаву. z в восьмой, предположим, плюс одна вторая квадрат, плюс и умножить на z минус i. Тут понятно. Первая степень, все хорошо. Все разложится. А что с этим делать? Если мы пользуемся ничем, кроме формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Ну, одну вторую вы бы вытащили вот туда. Получили бы здесь единица, здесь что-то. z в восьмое умноженное на 2. Как бы вы стали раскладывать? Не знаю, можно ли так делать, но проинтегрировать, разложить в ряд, потом продифференцировать. Совершенно верно. И мы с вами это делали. То есть если мне нужна вторая степень, единица минус единица назад в квадрате, то я должна что сделать? У меня есть единица на единице минус z. Взять от этого штрих. Получу единица на единице минус z в квадрате. Вот это я раскладывать умею, значит я умею раскладывать и это. То есть по большому счету, по большому счету, если бы не стояла задача вычислить интеграл, а стояла бы задача разложить в ряд, то да, вы уже и это должны уметь. Другое дело, что это будет страшная гадость. Ну уж и так, как говорится. А кто вам обещал, что будет легко? Нет. Значит, и поэтому, когда ты мне говоришь, а что дальше делать, а ничего, кроме формулы бесконечно убывающей геометрической прогрессии, тебе больше делать нечего. И ее нужно каким-то боком применить. Все. Применять можем. Либо прямо в прямую в лоб, либо интегрированием и дифференцированием. И больше ничем. Так, народ, ладно. Ратный подвиг заканчивается. Я поняла, что еще один пример такого вида. Вы не будете. Упадете здесь трупами. Поэтому не надо мне трупов. Готовимся к контрольной работе. Что будет? Значит, опять же, думаю, что целый час. Ну, час достаточно. Целую пару на это тратить не будем. Домашнее задание. А, мы не доделали один, значит, я ему дам. Не, не, мы один не доделали, а этот я его еще дам. Так, 547. Ага, вот такой. Ну, попробуйте. Попробуйте. 547. Но он не будет простым. Я его поставлю звездочкой. Значит, вот пятый, и он будет звездочкой. Он не простой, но мы такое делали. Z на Z плюс 3, E в степени единицы на 3Z. Значит, и у нас окружность, контур, модуль Z равно 4. То есть он, опять же, мы это делали, но ну, для другой функции, какая разница, идея мы делали. То есть идея у нас с вами была. Так, что будет в контрольной работе? В этой, потому что там уже следующее тоже близко к тому, чтобы что-то сделать. Значит, опять же, на 5 баллов скорее всего будет так. Значит, будут ряды. Значит, первый вопрос, первый вопрос будет поставлен следующим образом. Дана функция? Дано. Найти области аналитичности? области аналитичности. И сказать, в какой ряд можно разложить, в какие ряды раскладываются. То есть то, что мы делали, помните, круги рисовали, точки рисовали. Значит, соответственно, будет, естественно, дан центр разложения, Z0. Он будет дан. Потому что иначе как вы будете эти круги рисовать? Да? Так. Значит, внимательно смотрите. Могу поймать. Помните, я вам говорила? Если Z0 особая точка, вы сможете охарактеризовать ее как-то. если Z0 правильная точка, то никакой характеристики из ряда лоранга вы не получите. Да? Понятно. Значит, дальше нужно будет, центр есть, нужно будет в какой-то, в какой-то из областей записать разложение. Понятно, да? Вот все поняли, что будет? Будет дана функция. Будет дан центр Z0. Даня заметила, что модуль вот этого числа комплекса, оно будет лежать вне круга. Три четвертого. Какого? Ну вот, одна корень восьмой степени из одной второй это больше трех четвертых. Как больше трех четвертых? Как больше трех четвертых? Ну вообще, с чего бы? Майфрант, когда? Как же больше трех четвертых? Считайте, какой-нибудь. Так, стойте. Подождите минутку. Подождите минутку. В чужом будет? Все чисто. Тивальфрам сказал это? Да. Сейчас, что вот. С какого-то? Самое значение. Это оттолк курицы. Значение. Значение. Так, народ. Спокойно. Вообще, честно говоря, ну, вы же отлично понимаете, Ну, я в 90-е годы. Чистое значение. 0,91? Да, вот 0,75. А тут 0,75. 0,91? Да. 0,907. Нет, ну, они же, к примеру, ответы-то сзади дашь. Они хотели, чтобы мы посчитали. Вся. Нет, ну что. Мы тут и погибнем. Сейчас, если она вне круга, значит, тебе надо бы там еще считать, соответственно, все точек. Не достаточно. Нет, тогда 8 точек, тогда они все вне круга, и тогда... У них не было вольфрама. В каком году? Сейчас, подожди. Это 76-й, вы еще не родились. А это любопытно. А это любопытно. А ответ-то какой? Ну, у нас-то правильный ответ. Правильный методичник. Ну, он и правильный. Я теперь вот поменяла условия, он у тебя будет в любом случае. Я тебе условия поменяла, он у тебя в любом случае будет правильный. То есть, понимаешь, мы в данной ситуации... Я вот... Вот у тебя радиус. Вот он. 9,9,8. Да. А И лежит снаружи. То есть, в данной ситуации... Ты же понимаешь... Да. Чтобы этот ответ был правильный, я вас пригодю к этому ответу так, как нужно. Слушай, в голову не приходило. Но мы же все равно можем найти его. Можем! У нас эти два есть. Да, да. Нет, можем. Но в данной ситуации вся задача была построена на том, чтобы их выкинуть в чертовой матери эти 8 и развлекаться с тем, что снаружи. А по такой забаве мы же не выкидываем. В такой забаве нам же их не выкинуть. Они же тоже туда же попадают. Так. Ну, видимо, люди тоже пошли типа по принципу. Но в квадрат мы сделали 1,4, там еще что-то, еще что-то. Вот, наверное, вот таким вот образом сделали. Я так думаю. Корень из одной... Слушай, ну, вот... Я, конечно, верю в Альфраму. Но это любопытно. Я посчитаю вместо тебя. Я посчитаю. Так. Ладно. Контрольный. Записать разложение. Все понятно с этим. Второй пример. Точно будет в окрестности, значит, F от Z разложить в окрестности особой точки особой или нескольких особых точек. там. Значит, первое. Определить характер. Характер. Второе. Вычислить вычеты. Найти вычеты. Понятно, да? Значит, если здесь, то только аналитичность. Третье. Ну, на пять баллов-то что-то набрать надо. Значит, ну, интегралы посчитать, что ли? Интегралы в следующую контрольную. В следующую законную. Значит, третье будет просто вычеты. Значит, до особой точки просто вычеты. Значит, здесь будет привязано к ряду лоран, а здесь будет просто вычеты. Вот дан набор функций, посчитать вычеты. Ну, я считаю, что вот если все это сделано, то пять баллов это стоит. Это стоит пять баллов? Как ты меня обидел? Так, все свободны. Я расстроена. Как можно? Так, так я не поняла. В данной ситуации работаю старшинскими, да, и варианты мне новые писать или по-старым пишем? По-старым. По-старым. То есть вы у меня уверяете, что вы прорешаете все четыре варианта. Да. Хорошо, я не буду. Я же вам сказала, я же вам предложу. Сколько времени? 11.35. Ну, в плане... Ну, в плане... Ну, уточнее. Ну, уточнее. Да, да. Да, да. Ну, я знаю, все правильно должно быть. По частям, это будет тем счастье. Ну, уточнее. Спасибо.